Российский рубль все стремительнее, движется к отметке в 100 за доллар, и кажется, власти страны с этим смирились. С такой формулировкой про курс валют рассуждают источники издания Bloomberg. Хоть ослабление рубля обычно и пугает россиян, по факту, как считается, оно идет на пользу бюджету. И, по словам собеседников, Bloomberg больше не страшит власти страны. Курс рубля будет падать из-за решения правительства, которое несколько дней назад смягчило условия обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Вот как это работает. Компании, которые продают товары, например, топливо за рубеж, должны обязательно продать внутри России половину валютной выручки. Сейчас норму смягчили, и эта часть стала вдвое меньше. Правила вводили, что после санкций валюта в достаточном объеме поступала на внутренний рынок. По данным ЦБ, в сентябре продажи валютной выручки упали на треть по сравнению с августом из-за роста доли расчетов в рублях. Повлияло ли это на смягчение правил? Как от этого всего будет зависеть курс рубля и конечная ситуация для потребителя? Обсудим с экономическим обозревателем Максимом Блантом. Здравствуйте. Добрый день, добрый вечер. Почему поменяли правила? Хорошо это или плохо? И как это будет влиять на конечную ситуацию для потребителя? Начнем с того, почему их вводили. Вводили их примерно год назад, в октябре прошлого года. И это была экстренная мера. Ровно тогда, когда в августе как раз рубль ушел ниже отметки в 100 рублей за доллар. После этого правительство случилось истериковое. В администрации президента тоже супели брови. И жесткой критике подвергся Центральный банк, который якобы не удержал курс рубля. Сейчас, собственно, вот те меры, которые были введены, они приводили к совершенно идиотским ситуациям, на которые жаловались экспортеры. Компании, которые торговали за рубли, вынуждены были на внешнем рынке покупать валюту, соответственно, переплачивая по тем курсам, по которым им продавали, возвращать эту валюту в Россию, чтобы продавать ее на внутреннем рынке. Вот эту идиотскую ситуацию ликвидировали. Тем более, что действительно правительство, похоже, смирилось. Я не знаю, кто убеждал главного человека, принимающего решения в стране, что 100 рублей за доллар – это не катастрофа. Ну и, видимо, да, если мы посмотрим на параметры бюджета на следующие три года, то уже Минэкономразвитие прогнозирует, что в 2025 году средний годовой курс рубля будет, доллар будет 96 с лишним рублей. А в 2026 году будет выше 100. То есть это уже в официальных документах, в официальном макроэкономическом прогнозе зашито. Но, я думаю, все произойдет гораздо раньше, потому что слишком много факторов оказывают давление на рубль. Сейчас же, помимо того, что убрали обязательную продажу валютной выручки экспортерам, ускорение этому процессу, ослабление рубля придал тот бюджет, который был внесен в Государственную Думу правительством, и в котором резкий рост военных расходов, он резко испортил настроение Центральному банку, потому что рублей будет много, они не обеспечены товарами, которые удовлетворяют платежеспособный спрос, то есть они обеспечены войной, да, но война в удовлетворении этого спроса не участвует, только генерирует дополнительные рубли, которые предъявляются на рынке. А удовлетворяется это за неимением возможности нарастить гражданское производство за счет импорта. Ну, соответственно, спрос на валюту высокий, и отсюда и последствия, да, то есть удешевление рубля. А я напомню, что за полтора примерно месяца, с конца августа, по отношению к юаню, это сейчас основная валюта в России, рубль потерял 17%. Ну, вот, соответственно, на 17% подорожает в обозренном будущем минимум на 17% импортный товар. Вот вам прямое следствие того, как влияет курс на благосостояние простых россиян. Минэкономразвитие вы упомянули, да, у них по прогнозу 96,5, если быть точным, на следующий год. Еще же влияет... Это на 25-й год, а на 26-й год уже больше 100. Да, 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 да. Еще же влияет ценно на нефть. Они же на 3 года делают макроэкономический прогноз и на 3 года вносят бюджет. То есть бюджет, бюджетная трехлетка. Соответственно, в 26-м году по их прогнозу официальному, причем это базовый прогноз основной, не тот прогноз, который подразумевает какие-то неблагоприятные условия для российской экономики. По базовому прогнозу больше 100 рублей в 26-м году уже у них предусмотрено. Еще вот Financial Times на днях написал про цены на нефть. Да, у них по прогнозу, если она подешевеет, именно российская нефтемевица в виду, до 55 долларов за баррель и ниже, рубль ослабнет до 122 рублей за доллар. Все так, по-вашему? Ну, знаете, это как гадание на кофейной гуще. Прогнозировать цены на нефть сейчас довольно сложно, потому что, да, есть масса прогнозов и по поводу российской нефти, и по поводу североморской смеси бренд. Их было высказывание министра нефти Саудовской Аравии о том, что если страны-участницы картеля не будут соблюдать квоты, то нефть уже в следующем году может упасть до 50 долларов за баррель. Но пока это спекуляции, да. Пока мы видим, что цены на нефть не могут упасть из-за напряженности в Персидском заливе и вокруг возможного израильско-иранского конфликта. Если там разразится полномасштабная война, про эти разговоры о 50 долларах за баррель можно будет забыть. Если не случится, то экономически вся ситуация располагает к тому, что действительно цены на нефть будут снижаться. Экономика Китая, во-первых, замедляется, во-вторых, гораздо быстрее, чем предполагалось, переходит на возобновляемые источники энергии. А Китай является одним из основных, если не основным, двигателем на рынке энергоносителей. Поэтому, да, объективно все так, если не будет войны. Но если говорить о российской ситуации, то надо отметить, что по сравнению с тем, что было до войны, сейчас российская экономика в гораздо меньшей степени готова к такого рода ценовым шокам на нефтяном рынке. Спасибо, что смотрели это видео. Оставайтесь на нашем канале. Тут еще много интересного. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это поможет нам шире распространять информацию. Берегите себя.